Большинство украинцев Этому столичному дому почти полвека. Но, несмотря на это, сегодня ему могут позавидовать даже некоторые новенькие высотки. А еще каких-то шесть лет назад в подъезде царила темнота, а в квартирах было сыро и зябко. Исправить сложившуюся ситуацию удалось новому руководителю объединения совладельцев многоквартирных домов. Начали с реконструкции теплосетей и утепления дома. Самая холодная, та часть, восточная. И двухкомнатные квартиры очень мерзли. Поэтому, когда я начала спрашивать, готовы ли вы сдать деньги, они были готовы. 30% люди у меня сдавали от стоимости своего утепления окна. Благодаря программе столичных хвостей 70 на 30 удалось утеплить почти весь дом. Особая гордость управдома – современное энергосберегающее освещение. Я одна из первых установила светодиодные ленты, которые мне помогли сэкономить каждый месяц 2500 киловатт электроэнергии. А по нынешним деньгам это порядка 3000 гривен. Так, ребята, заходите, я не знаю, аккуратно. Энергосберегающее после реконструкции стало и бойлерное. Ее полностью автоматизировали. Осенью и весной, когда на улице достаточно тепло, батареи в квартирах отключаются. Здесь установлены погодный регулятор, современная система отопления. Это позволяет значительно экономить на отоплении. И благодаря этому тариф, который действует в этом доме, сравнительно с тарифами в других домах, это небо и земля. Одновременное использование общегосударственной компенсации кредита и столичной муниципальной программы 70 на 30 позволяет ОСМД получить до 90% расходов на модернизацию дома, подчеркивает Киевской горадминистрации. У нас очень много проектов в этом году поданных на регуляцию системы отопления. То есть это индивидуальные тепловые пункты, это насосы, это балансиры, это даже есть несколько проектов на установку тепловых распределителей на радиаторы. То, что в принципе большая редкость на моей памяти ни одного проекта пока в жилом доме в городе Киеве я еще не знаю. Все проекты, которые в течение двух лет участвовали в муниципальной и государственной программах, были профинансированы на 100%, говорят чиновники, и призывают горожан быть активнее. От этого зависит, когда их квартиры станут теплее, а расходы на коммуналку снизятся. Александр Панченко, Александр Копыловский, ЮЭй ТВ.